Сегодня я расскажу такую интересную проблему, связанную с антологией и логикой. Я уже по этому поводу доклад один делал, но там после просмотра заметил некие неточности. Поэтому сейчас расскажу все заново, с уточнением и дополнением некоторых ключевых моментов. Суть вопроса в чем состоит, что весь мир можно разбить по любому параметру, выбрать какой-нибудь параметр, например, белый или не белый, мысленный или не мысленный и прочее, можно всегда разбить по этому параметру. Будут выглядеть так. А и не А. Ведение А и не А. И А любой параметр. Любой параметр. На самом деле, вот такое разбиение представляет собой определенную возможность, которую философия накладывает на субъектогритные различия. Здесь у нас субъектогритные различия. И благодаря философия, это субъектогритное различие понято тем способом, что оно рассматривалось как отношение Я и не Я. И где рассмотрена полная аналогия, что весь мир, опять же, равняется Я, объединение и не Я. И вот тут есть некая единая формула, да, и можно назвать эту формулу полного разбиения мира, да. Я вот такую логику называю логикой противоречия. Почему это логикой противоречия? Потому что у нас отрицание А равняется не А, но это понятная тавтология, отрицание А равняется А, да. То есть получается такой двухзначный переход зеркальный, то всякий раз мы от одного переходим в другое. Не существует никаких промежуточных стадий, у нас тут просто двухзначная логика. И тут тоже возникает какая-то двухзначная логика. Благодаря этой двухзначной логике Фихте настаивал на том, что можно построить некую философию, да, исходя из единого принципа. В данном случае это принцип Я. И за это как бы вот как раз Гегель хвалил именно Фихте. Потому что он считал, что Фихте развил философию Канта дальше. Потому что Кант пытался построить свою философию, исходя из неких эмпирических принципов, да. То есть он, например, в своей категории просто принаходит формальную логику. Он просто увидит, что в некоторой формальной логике есть определенного рода категории. Он так просто, просто как бы находит, да, созерцает. А вопрос идет о том, чтобы все вывести из единого принципа. Вот этот единый принцип Фихте предложил, и он пытался построить наукоучение, которое вилософию некой системы, которая лежит в основании всех наук. И вот она должна была бы как бы стать основанием всего-всего-всего, всей науки. Собственно, как бы Гегель продолжал уже вот интенсию Фихте, и все это основано на вот такой простой аналогии, да. На самом деле, что представление о субъектно-объектном различии можно разбить точно так же, как вот разбивается мир по любому параметру. Да, вот взять параметр, параметр как принадлежность «я» и принадлежность «не я». Ну, самое интересное будет дальше, да, потому что, собственно, вот все будет состоять в критике такого представления. Я просто захожу, на самом деле, к субъектно-объектному подходу, как бы, за немного других позиции. Вот теперь рассмотрим для аналогии, для того, чтобы еще более подробно это увидеть. Ну, допустим, с параменидской философией, да, как она будет? Параменид. Дело в том, что у параменида опять происходит то же самое. Весь мир разбивается на бытие и небытие. Ну, где бы это бытие. Опять то же самое полное различие, полное разбиение мира, да. Ну, получается так, что по определению небытие не существует, да, не существует. И отсюда следует, что весь мир равняется бытие, да. Ну, такое примитивное рассуждение, у параменида, там, мы это обсуждали уже, он немного сложен, но в суть смысл именно такой. И это, причем, бытие является единственным параметром. Единственным существует такой параметр бытие, такой, что вот небытие не существует. То есть других таких параметров в мире нет. И благодаря тому, что существует единственный такой параметр, вот как его бытие, такое разбиение мира по такому параметру, как бытие, оно является таким вот особенным, на самом деле. То есть философия параменида тоже включена в эту традицию логическую. Опять же, эта традиция логически исходит из того, что весь мир вот так вот разбивается. И в принципе здесь никакой логической ошибки-то нет. Ошибка состоит как раз и у параменида, и ее нет. Ошибка состоит как раз в классической классике, когда они субъектно-объектное различие рассматривают как такое разбиение. Вот для того, чтобы перейти уже к критике, надо рассмотреть вот две таких вещи. Дело в том, что в логике есть два смысла различия. Первый смысл различия, это вот как вы показывали, это когда различие является различным противоречиям. Это А или не А. Видите, А и не А друг другу противоречат, да, потому что отрицание А является не А, и отрицание А является А, да. Так как вот это называется контратекторное различие или различие противоречия. Контратекторное различие и различие противоречия. Но есть еще одно различие, контрарное. Ну, примеры контратекторного различия, например, белые и не белые. А есть еще другое различие, контрарное. Когда А, допустим, Б, С и так далее. Пример такого различия это белый, синий, черный. Все они как бы различные, но все они лежат просто в спектре. Это различие называется контрарное. Что тут интересно состоит? Дело в том, что контрарное различие мы не можем исчерпать. Скажем так, не всегда можем исчерпать. Почему? Потому что параметр, в данном случае, допустим, спектр. Он может быть непрерывным, но, собственно, если А является белым и не белым, это все равно составляет полную систему, то весь мир разбивается на белые и не белые предметы. То мы не можем, то, во сколько цветов непрерывное количество, то мы вот эту цепочку никогда не можем закончить. Хотя мы понимаем принцип, по которому она собирается. То есть рассуждения, связанные с контрарным различием, они всегда сложнее. Так я не могу понять, а почему нам не объединить Б, С и все остальное? Да, можно. Можно вот так вот объединить. Да. А все остальное будет не. Правильно. Это все правильно. Просто дело в том, что контрарное различие является более точным. Ну, по-моему, может, вы слышите, что это просто расширенная ситуация. Я понимаю, она расширенная. Так и есть. Белые, все остальное в принципе не белые. Все правильно. В принципе, вот это просто развернутая ситуация этого. Для того, чтобы это понять, надо просто дальше угадиться. Дальше в чем вопрос-то состоит? Вопрос состоит в следующем, когда мы с различием контрарного и контрадикторного... Когда мы с этими различием подходим к вопросу, связанному с логикой антологии. Прежде всего, как бы, допустим, начнем с логики. Вот у нас есть такое понятие диалектика. Откуда берется диалектика? У человека всегда диалектика как-то связывается с двумя высказками. Мы говорим о том, что диалектик связан с противоречием. Противоречием. Откуда берется противоречие? Противоречие как раз берется из-за того, что все всегда, и даже в контрарном, как ты правильно говоришь, если объединить вот это вот остальные, да, можно всегда разбить на а-ня. И не а. Всегда можно разбить. И, собственно, древняя диалектика, ну, собственно, диалектика Платона и Аристотеля, и вообще так, как она развилась и имела смысл в античности, она именно подразумяла именно вот это, что вот есть некое предельное состояние всякого диалога, всякого спора, всякого разногласия, которое сводится вот к некоторым двум высказываниям, которые уже, ну, дальше уже некуда двигаться, дальше уже нет никакой возможности как бы развиваться. Вот мы доходим до некого противоречия, и все, и останавливаемся. Просто здесь надо как бы сделать маленькое отступление, для того, чтобы понять, в каком отношении к этой диалектике находится Гегельская. Она является другой. Дело в том, что Гегель считает, что вот эта диалектика, она является негативным, причем, потому что она доходит до противоречия, и останавливается. А вопрос идет о том, чтобы понять, как бы, некий позитив, найти нечто продуктивное из этого отношения. То есть Гегель говорит о том, что надо как-то вот из этой формулы, когда что-то получить, да, какое-то Б, вот это вот уже будет называться спибулятивной логии. Это тезис-антитезис, и как бы их объединение должно как бы давать, точнее, тут надо говорить объединение, да. Их объединение должно давать некое Б. Причем, опять же, у нас это объединение, как я показывал вначале, разбивает систему на... Это знак, кстати, объединения. А это знак Иль. Это логические знаки Иль, это логический... Это знак объединения. Дело в том, что знак объединения дает возможность, все возможности, которые здесь существуют, они все возможности здесь исчерпаны, потому что либо действительно. А и не А покрывают все пространство возможностей, как я показал, просто по параметру А. И в некотором отношении здесь присутствует действительно логика, да, что как бы если мы имеем все возможности, то, может, каким-то образом, каким образом, неизвестно, только известно, наверное, одному Гегелю, вот. Да, мы получаем некое Гегель. Вот это вот, это как бы Гегель. Но вернемся, как бы, к исходному, просто Гегель оставляем, потому что, собственно, это как бы вот уже некая ГГСКОБИЯ. Таким образом, вот, мы получаем В, уже никак не возможно понять. То есть, из каких-то опыта, наверное, я как это можно сделать. Здесь, здесь как бы, дальше сказать просто ничего. Вот, если вернуться опять на шаг назад, и говорили об античной диалетике, это античная диалетика. То ведь на самом деле, ведь никакой спор, никакое рассуждение никогда ведь так не заключается. Ведь никогда не свойствует в вопросах тому, что кто-то что-то утверждает, а кто-то его отрицает. Ведь так же не случается. Ведь всегда некое, когда возникает некоторое рассуждение или спор, всегда ведь на самом деле есть А и Б. Всегда. Причем, ну, как бы, А и Б, это некоторые разные высказывания, они находятся в контрарном отношении. Один высказывает А, другой Б, а может, третий высказывает даже, может быть, С. но, может быть, все невозможно высказать. Совсем не обязательно, что А и В находятся в противоречии. Вот в чем разговор. То есть, на самом деле, вот это представление о том, что всякое рассуждение заканчивается противоречием, оно на самом деле есть более сильное утверждение, чем то, что соответствует реальности. Потому что, конечно же, какие-то рассуждения могут заканчиваться противоречием. Ну, что это означает? Это означает, что один что-то утверждает, а другой просто это утверждение отрицает и сам ничего не предлагает. Фактически, так могут рассуждать только скептики. Скептицизм находится в таком состоянии, когда кто-то что-то утверждает, а он просто отрицает. И если тот, кто утверждает, я как я рассказывал, переходит на обратную позицию, он начинает это отрицать, скептик начинает это утверждать. То есть скептик находится в состоянии отрицания того, что кто-то что-то утверждает. А реальная диалектика, она всегда жижится на контрарном отношении. То есть, иначе говоря, я хочу сказать, что существует два вида диалектики. В логичном смысле. Два вида диалектики. Это первый вид, это контрарная диалектика. Ну, контрадекторная, давайте запишем, или диалектика противоречивая. Это та самая диалектика, где получается А или Н, а есть вторая, контрарная диалектика, где получается некий спектр есть. Но между ними нет разницы. Между ними, я сейчас объясню, что разница между ними. Дело в том, что между ними нет разницы, конечно же, всякую контрарную диалектику может свести контрадекторно. Потому что она и есть разница с точки зрения науки аффектования. Существенная науки аффектования, она действительно разница есть. Нет, существенная разница в чем состоит. Существенная разница состоит в том, что какого-то отношения, вот эта контрарная диалектика, она имеет отношение с реальностью. Потому что, действительно, во-первых, любой реальный спор, любая реальная проблема, она всегда заключается между А и В. И никогда не заключается между А и не А. Что фактически. Это насилие некоторое, понимаешь, что надо материалом. И поэтому научность, она лежит где-то в контральном поле. Во-вторых, как бы, во-вторых, почему всегда берут... То есть наука-нука никогда не спекулятивна. Да, вот это спекулятивно, да, на самом деле. Потому что здесь есть полнота, а здесь ее может не быть. Но именно из-за отсутствия полноты, из-за отсутствия полноты, контрарная диалектика, она неинтересна. Потому что в философии всегда пытается быть теологией, она всегда пытается замкнуть теорию. То есть вот тут ее можно замкнуть, тут ее замкнуть не удается. Так вот, я хотел сказать, теперь, после вот таких замещаний, перейти вот к нашему субъекту-объектному различию, чтобы пояснить, что это такое. Вот мы, как классические 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 субъекты-объектные различия, как я показывал, пытаются свести вот именно к контрарной диалектике. То есть к диалектике противоречия, да. А на самом деле я думаю, и как я теперь, значит, что субъектно-объектное различие должно быть сведено к контрарной диалектике. То есть к той диалектике, где вот это вот отношение субъекта-объекта, оно не разбивается как отношение к контрарной диалектике, Оно разбивается, скажем, вот так. Субъект 1, субъект 2, субъект 3, и непонятно, сколько там субъекта, и у нас там как бы объект. И объекты тоже могут быть 1, и так далее. Вот такая формула. Почему много субъектов? Потому что, ну, как бы, вот сейчас я не знаю, я могу, можно рассказать о том, почему много субъектов. Да, вот мы говорили о том, что есть субъект, так, так, да, я просто думаю, это сейчас уже несущественно. И понятно, почему много объектов, потому что каждый способен соответствовать свой объект. То есть, в зависимости от каждого субъекта свой объект соответствует. Ну, если мы рассматриваем вопрос в таком ключе, то тогда, на самом деле, вся философия, она совсем по-другому смотрится. Я в том, что из того, что отношение субъекта-объекта разбивалось по контрадикторному принципу, да, делалось... По контрадикторному. Вот здесь по контрадикторному, классической философии. Я и не я. Вообще говоря, даже сейчас... А, да, 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 контрадикторно. Это я запутался. Да, да, да. У нас возникали же глобальные выводы, на самом деле. И последний глобальный выводом состоял в том, что тем самым доказывалось существование Абсолюта. Согласен. На самом деле. Это действительно странная позиция. Классическая философия, но философия именно так. А в контрадикторном позиции, дело в том, что, вот если теперь уже накладывают сюда, как ты, ты же правильно говоришь, то в контрадикторном сюда можно тоже наложить. Тут непонятно, где провести границу. Где тут на самом деле, как провести границу я и не я. Как здесь ее провести, границу, или вот здесь ее провести. Просто непонятно, где находится эта граница. Где граница я и не я. Ее просто... Вот это вот различие, оно только тогда существует, когда оно сделано грубо. Вот если мы просто берем вот так грубо ее накладываем и делаем, то тогда это различие, она работает. И можно отсюда делать какие-то выводы. А если мы реально записываем формулу так, как ее надо записать, в некотором, ну, как бы, скажем, здесь в данном случае необоснованном, но в некотором предположительном виде, в виде контрарного вот такого формула, то тогда на самом деле мы не можем провести эту границу, и вопрос сразу повисает. Существенно, что границу провести нельзя, и поэтому вообще разговор... Ведь что такое? Я это субъект. Если мы не можем провести границу субъектности, то вообще разговор о я повисает, он не нужен. Мы не должны рассуждать вот так, теми на субъект. Просто вот этот разговор просто не нужен. Если мы не можем провести точную границу, разницу субъекта и объекта. Потому что здесь все базируется на том, что эта граница четко есть. И только тогда мы можем здесь точно так же четко заявить «я и не я». Если здесь мы эту границу привести не можем, то представление о субъектах объекта различий перестает быть значимым. И вообще эта формула указывает не на то, что много субъектов и много объектов, как я раньше говорил, а она просто указывает на то, что представление субъекта объектов является чем-то ненужным, чем-то излишним просто. И поэтому отсюда можно перейти к той формуле, которую я раньше указывал. Что есть некое свидетельствующее сознание, прямо отсюда перейти. И, собственно, представление об объекте состоит в том, что объект в этой сфере сознания. И представление об объекте есть не что иное, как просто некая точка в этом пространстве. И более того, даже представление о субъекте есть тоже, некий объект в этом пространстве, в пространстве сознания, в сфере сознания. То есть все дано в сфере сознания. Здесь нет различия самого сознания и объекта. То есть сознание объекта равняется самому объекту, в содержательном смысле. Естественно, по бытию это разное. Содержательное – это одно и то же. А если эту формулу рассматривать в классической философии, в классической философии есть понятие представления, допустим, Гегеля. торжество это бытие и мышление то есть не что иное как торжество это бытия и сознание торжества то что у гегеля сознание и мышление это одно и то же он как бы сначала их различает а потом отождествует на самом деле энциклопедии философских маук он просто явно заявляет что сознание мышление это просто одно и то же все сводит мыши все свои логики и он кстати вот еще я тоже забудет заметить что благодаря вот такой редукции которые здесь осуществлено все сведено сразу горите потому что если субъективное различие сведено к различию я и не я тут можно просто так вот тут ведь сразу уже заложена некая логика логика противоречия и она сразу же все как бы утопает в этой логике так вот творчество сознания и бытия и вот это тоже сознание бытия она уже не предполагает никакого представления субъекта потому что сам субъект есть некий объект сознания все является объектами сознания то есть сознание свидетельствует констатирует это присутствие любого объекта в том числе и самого себя и саму сознание тут тоже представляет собой объект то есть иначе я могу сказать так что мир равен сознанию мира. Вот такая формула. Содержательный смысл. Конечно, по бытию это разное. Бытие разное, а содержательность одна и та же. И все это как бы и этот полный переход без относительного рассуждения о том, много ли субъектов или нет. Просто надо понять, на самом деле, что контратекторная логика это есть некое насилие над реальностью. Мы навязываем реальность в некую дуальную логику, причем навязываем ее в этом переходе, в этой редукции. Как будто бы субъектометное различие, то различие, которое для нас является психологически достоверным, что это различие является различным противоречием. Если этот переход сделан, просто все остальное, вся классическая философия тут же вырастает. Просто вся классическая философия вырастает из простого этого редукции, если вдуматься. И если тут немножко подумать, это при минимальном изменении логики, то есть если взять не контрадекторную логику, то есть не контрадекторную диалетику, а контрарную диалетику, то возникает вот такое различие. И оно приводит к этому. И самое интересное, помнишь, у нас есть на сайте Виктор, который постоянно об Эдесе говорит. Сахно как-то? Да. Так вот, Виктор Сахно как раз уже давно об этом говорит. То, что он описывает в виде Эдеса, вот Эдес, да, что такое Эдес? Ну, я уже на самом деле не очень понимаю, как он там Эдес различает. Но фактически Эдес, это вот есть, допустим, параметры, допустим, как он говорит про Эдес, не знаю, распроизведу, или я сейчас, или нет. Вот есть, например, какие-то параметризации, типа, допустим, параметризации в пространстве. И вот есть точка, есть отрезок, есть плоскость, есть трехмерная фигура. Да? Вот как бы параметризация в пространстве. И вот это, я не знаю, как это назвать, но, типа, ну, допустим, Эдес пространство. То есть у него Эдес всегда является таким гомологическим рядом. Рядом, в котором осуществляются возможности некоторые, вот есть некие возможности, да, типа степени свободы. И эти степени свободы, они как бы осуществляются в этом ряде. Вот это один, два, три, четыре, ну, там, в принципе, может тут двигаться до конца, это бесконечно, там, да, увеличивая пространственное, пространственное количество измерений, увеличивая. То есть Эдес, ну, в данном случае, я, может быть, не совсем адекватен тому, что Икперсахно говорит, да, я просто говорю о том, что вот этот Эдес, это есть пример контрарности, да, в котором есть, в котором выстраиваются некий гомологический ряд по какому-то параметру. Вот есть некий параметр, да, вот пространственность. Пространственность. Он варьируется, и это варьирование этого параметра приводит вот в многообразие каких-то представлений, да, и каждое представление, оно на каждом этапе, оно является чем-то существенно трырощенным, чем-то другим. Также вот получается, что как бы вот эта иетическая логика, которую он проповедует, она просто имеет прямое отношение к тому, чем надо заниматься, да, потому что это фактически и есть преодоление вот этого классического тупика, который выразился в том, что они свели, сначала, прежде всего, свели всю философию к некой, так сказать, двухзначной логике, и потом в этой логике застряли. И не даром как бы вот вся проблема именно Гегеля состоит в том, что он вообще все в своей логике, у него вообще все потерялось, у него кроме мышления, которое в свою очередь редуцируется к логике, ничего не осталось. вся содержательность у него собственно стала содержательностью логической, то есть, структурной какой-то. А вот этот адрес позволяет на самом деле сохранить содержательность. Причем содержательность она не совсем логическая, потому что вот эти гомологические ряды могут быть совершенно в разной природе. Природа, допустим, цвет, или там, у него там какие-то связанные движения, массы переноса, какой-то импульс, какие-то у него там свои виды. То есть, на самом деле, Здесь есть некоторые, ну, видимо, требуется некое усмотрение, да, каким образом нужно эти виды строить. В принципе, на самом деле, видимо, это современная наука и вообще наука занимается как раз тем, что вот пытается вычерпать вот эти вот степени свободы. Вот как физики, да? Помните, в физике есть такое представление о том, что каждой константе мировой, да, соответствует некой степени свободы там? Ну, как-то там, в этом разговоре, что там, по-моему, моменты сохранения импульса соответствует свобода какая там? Не свобода, какой-то симметрия. Симметрия, симметрия, да. Ну, здесь идет степень свободы в обобщенном смысле, да, вот есть некие возможности в мире, да? Это не степень свободы речь идет. И это согласовывание момента импульса, то, что ты можешь повернуть систему отсчет на любой угол, у тебя в ней будут все физические эффекты, будут проходить точно так. Нет, я понимаю, но это же как-то, можно же вывести как-то из симметрии мира какие-то законы сохранения. Ну, симметрично. А если у тебя, ты можешь двигаться по энергии, по времени, как угодно, относительно, на любую точку начала, когда ты можешь двигать, по времени у тебя, одноводный затрон, то есть закон сохранения энергии. То есть, изотропность времени это закон сохранения энергии? Да, одноводность. Одноводность времени, закон сохранения энергии, да? Одноводность пространства, закон сохранения импульса. Да, вот видите, вот в каком-то смысле вот это и есть то, что называется гомологический мир. То есть, и когда усматривается некая контральность, связанная с тем, что есть некие свойства у самого мира, и в этим свойствам просто соответствуют некие существенные характеристики. Они как бы варьируются, и в результате включаются... Тебя правильно сказать, что в данном случае, по законам сохранения, что мир не зависит от точки зрения наблюдателя. Правильно. Так я же все это и лег к тому, что такое антология. Правильно, я просто не сказал. Собственно, вообще говоря, для меня было важно, чтобы антология приобрела тот самый истоятельский, древний смысл. Что он не зависит от точки зрения, от субъекта. То, что сделал, как. Кант, на самом деле, превратил антологию в некий частный случай гоносеологии. И это, фактически, задача философии во многом составила, и Хадигет себе такую задачу, в частности, поставил, вернуть в антологии свой истинный смысл. Все его рассуждения о бытии, о сущем, это, на самом деле, попытка вернуться к антологии. И вот то, что так вот здесь, элитическая логика, мне кажется, она тоже, но это частный пример просто. Допустим, элитическая логика – это один из примеров. Возможно, другие способы решать такую проблему. Я, например, буду это по-другому решать. Важно, что существует такая возможность, безотносительно субъекта, например, в опусе как физики, благодаря наличию некой симметрии, говорить о таких вещах существенных, которые относятся к самому миру. Например, о законах сохранения энергии и импульса. Кстати, о законах сохранения момента и импульса чему соответствует? Изотропности вращения, что ли? Изотропности пространства. Изотропности пространства соответствует законам сохранения момента и импульса. Изотропности пространства. А, изотропности пространства есть однородность, да? Да. У тебя есть затропность, потому что ты какое место ни посмотри, налево-направо-вперед, у тебя, в общем-то, пространство будет изотропным. Направление все равно. Да, все направление. А одноводность, как ты его не двигай, куда-то не двигай? Дальше идти, у тебя тоже все законы будут сохранения тюра сами. Так вот, антология настоящая, она должна именно быть такой. Она должна не зависеть от точки зрения субъекта, где он находится. То есть субъект там должен быть представлен в минимальном виде, если он вообще должен быть там представлен. И преодоление кантовской философии является насущной задачей современной философии, в частности. Потому что именно кантовская философия, она дала толчок от развития этого логицизма, который просто в Гигель завершился. Он это привел к своему логическому этапу, к логическому завершению. Действительно, философия Канта породила философию Фихта, и философия Фихта породила философию Гигеля. Это единое движение немецклассической философии, она до сих пор главенствует. И до сих пор ее преодолеть не удается. Но есть попытки Гигеля, есть попытки постклассической философии, но все они почему-то не имеют существенного влияния. Вот на самом деле, если посмотреть у Делеза, Делеза тоже чем-то подобно занимается. У него там сингулярности какие-то есть, какие-то ряды тоже есть. Вообще, вот это вот, казалось бы, простое рассуждение о различии контрарной диалетики и контрадикторной, она вот есть, опять же, одна из возможностей перехода постклассической философии. Причем перехода, вот как ты говорил, бесфазового скачка, а именно непрерывный переход. То есть, понятно, в чем как бы состоит тупиковость классической философии, что вот они вот застряли в этой диалетике, контрадикторной, и все. И вообще, вот эти законы диалетики, опять же, они же опять же контрадикторно звучат. Что это закон борьбы с Элософией? Как там? Единственной борьбы противоположностей. Но что это за закон такой? Этот же закон контрарный. Значит, противоположностей-то не две, а много. Одна противоположностей, вторая, третья, десятая. Вот они все едины. Все едины противоположностей. И все друг с другом борются в каком смысле? Ну все они различные. Ну и если что, из этого следует какое-то противоречие, ничего не следует. Но все-таки закон единства борьбы противоположностей, он же не в том смысле, что бытие и небытие. Какое единство борьбы противоположностей? Затон единство борьбы противоположностей понимается как айня? Нет. А как? Не обязательно как айня. Они тебя берутся как айня в одном отношении. У тебя богаче. Так вам вопрос и состоит, что у Гигеля это айня. У Гигеля закон, если вообще можно говорить о законе. Я имею ввиду... Ввиду Энгельса, он здесь уже не так. У Энгельса так? Нет. У Энгельса точно так же. Ну давай быстро. Причем, когда Энгельс начинает его приводить на пример, он действительно скатывается к контральности. Но если есть контральности, то нет никаких противоречий. Да почему? Не разрешаем. У тебя есть две различные противоположности. Между белым и черным, то есть белым и не белым. И между белым и синим. Закон на Гигельсской противоположности это между белым и синим. Нет. Закон Гигельсской противоположности между белым и не белым. Потому что тезис антипезис синтез. Тем не менее, его противоположности. Тезис антипезис? И что? Отсюда и следует синтез. И из этого совершенно не следует, что у тебя А это равно не А. Значит они неправильно оформляют. Там у тебя всегда противоположности между белым и синим. Есть ли? Подожди. Есть ли это понимать как ты? Ну ты любой пример. Подожди. А пусть мы понимаем это как ты. А и это было. Ну и что? Подожди. Во-первых. Это неполнота. Вопрос первый. Неполнота. Как тогда можно говорить о переходе? А может здесь еще десять этих? И тем не менее, это неполнота. Это неполнота. Значит Гигельская философия просто разрушается на первом ходе. Отсюда ничего не следует. Почему здесь Гигель? Я про тебя про Энлиса. А я про Гигеля говорю. У Гигеля это вот так? Не, у Гигеля так. А ну все тогда. Я про Энлиса. У Гигеля вот так. Согласен. У Энлиса вот отсюда да. Но отсюда ничего не следует. Почему? Потому что может быть еще много-много других парадок. Тем не менее, когда у тебя белое и синее с синее взаимодействуют по Энлису, у тебя поздно неравно возникает бледно-синее. Ну правильно. А бледно-синее находится в этом же ряду. Да оно в этом же ряду находится. Тем не менее, бледно-синее у тебя возникает. Ну это не борьба противоположности. Противоположности. Вот у него именно так. У него борьба противоположности вот она вот такая. То есть контракт на видео понимаете диалектику? Ну да. Они у тебя в каком-то отношении, они у тебя противоположны. Ну это надо опять изучать. А во всех остальных отношениях они у тебя не противоположны. На самом деле, в диалекте инкулированной я подозреваю, если она ее почитает, что там, конечно, везде все примеры, скорее всего, строятся на контрарной диалекте. То есть на диалекте вот такой вот. С трудом мы держим разницу между контрарным и контрадикторным. Ну вот, контрарное – это различие противоречия. А или не А. Вот противоречие. Тут другого не дано. Вот вся полнота. Это контрарное. Это контрадикторное. А, это контрадикторное. Контрарное – это когда их много. То есть между ними различие, это не различие противоречия. Почему? Потому что есть еще С, там, и много что есть. И потому что ты сам говоришь, что смешались два цвета, скалпул какой-то С и еще нет, и все. У него бледно-синий. То есть они в каком-то отношении между собой противоположны, а в другом смысле они как все целые, противопостоят, например, зеленым. Нет, можно их как угодно комбинировать. Можно вот это вот назвать. Вот это назвать А, а это назвать диал. Да, для Энгельса надо понимать, что они в каком-то отношении между собой различаются, на другой стороне как целые, а противопостоят зеленые. И чего там еще? И лозовые. Белые и синие, вместе, и простоят лозовым и зеленым. Но тем не менее, вот это вот так. И все, что из них может получиться, только бледно-синие. Нет, тут что интересно, то есть, просто даже и Марс, которая базируется на вот этом различии. И все его неизбежности революции, и прочие другие высказывания, да? Почему? Но неизбежность революции этого не следует. Она за небежность революции 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 из этого. Но есть непримиримые противоречия между двумя классами. Класс какой-то пролетариата и класс буржуазии. Но он понимает это. Почему так? Потому что они исчерпывают все возможных людей. Все возможные люди делятся либо на пролетариат, либо на буржуазию. Все. И если у них есть непримиримые противоречия, то должно оно как-то разрешиться. Но тем не менее, рядом есть еще и муравьи, и воробьи. Правильно. И поэтому, на самом деле, эта проблема разрешается тем способом, что фактически... У них-то свои есть, но тем не менее, есть рядом и муравьи, и воробьи. То есть, зеленый и розовый. Правильно, это как написано? Класс пролетариат и класс непролетариат. Вот так вот. Непролетариат. И эксплуататоров. Нет, просто непролетариат. Потому что, если бы класс эксплуататоров был бы, это было бы контральное различие. И оно бы не приводило никаких... Ну, вот тем не менее, сразу же получается неправильно. потому что у меня всё-таки есть противоречия между пролетариатом и буржуазьей. А не между пролетариатом и непролетариатом. Вот ты правильно сформулировал эту ситуацию... Из этого следует, что он не гегельянец. Для него вот важным tweet является противоречия между боржуазьей и пролетариатами. Правильно, а это контрарная противоречия... Это не противоречие! Опять забыл, что это такое. Контрарная это вот это. Ну вот, да! А это означает, что нет между ними противоречия? Противоречий между ними нет. Противоречий только здесь бывают. Я тебе говорю, что Маркс Энгельс это муж и сестра, муж и жена. Одно и то же. Поэтому это противоречие между белым и сестра. Получается, что марксизм это не до гигельянства. Потому что основные гигельянские принципы они просто игнорируют. Они просто вот сюда вот скатываются и не понимают на самом деле разницы. Ну возможно, возможно. Мы думаем, что понимали разницу. Вот они вот так Да, это же другое, это просто различие Это просто различие по некоторому параметру Там было по параметру по отношению к капиталу Да, 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 по некоторому параметру, да. Ну, это по некоторому параметру различает. Допустим, пролетариат, бедный, там, пролетариат побогаще, пролетариат богатый. У нас тут богатый пролетариат. Потом идут интеллигенции, потом идут там, врачи там прочие, потом еще кто-то идет. Нету, получается, такого противоречия между пролетариатом и буржуазией. Просто нету ни пролетариата, ни буржуазии нету. А есть некий спектр, как спектр цвета. Ну, у меня речь идет, ну, не о том. Нет, ну, я же именно о том веду речь. Я хочу сказать на самом деле. Просто это только у тебя возник, если бы у тебя был пролетариат и не пролетариат, а у тебя пролетариат и буржуазия. Правильно. Так, суть-то вопрос в чем-то. Он рассуждает как бы о пролетариате и не пролетариате. И все выводы делает о непримиримости и неизбежности классовой борьбы и детекторе пролетариата исходя из вот этого различия, как пролетариата и не пролетариата. А на самом деле говорит по факту о различии буржуазии и пролетариата. То есть имеют в виду вот это различие, контрарное. Но это спектральное различие. Тут может быть этих параметров-то много. Да можно, можно. И они всплыли в итоге. Кроме вот как России, ни где революция-то не случилась. Они всплыли. Поэтому у тебя получилось бледно-синее. Не, ну посмотрите, на самом деле, какое маленькое движение мыслей. А на самом деле, насколько кардинально меняется вся картина. Да, поэтому они принципиально не спекулятивные. Не спекулятивные. Не спекулятивные. Все-таки ученые, в принципе... Да, и это как раз у бодз ученого, да, согласен. Но выводы-то они делают вот сюда, вот и... Но это идеологическое оформление. Правильно. Идеологическое оформление, для того, чтобы оно нужно было, оно должно быть в полной коррекции. Всякая идеология стремится к полноте. Она отвечает на все вопросы. Ну она может стремиться, но она никогда не достигает. Ну это понятно. Точно так же, как и религия пытается замкнуть свою теорию тем, что Бога добавляет. Но тем не менее, это показывает тем самым, что она не замкнутая. Если для того, чтобы замкнуть теорию, нужен Бог, это означает, что теория не замкнут.